Я расскажу, почему опасно в Дагестане и в Течне. Поставил палатку вчера, переночевал на берегу Каспийского моря. Сейчас зашло солнце, очень жарко, но я не выспался, потому что он где-то 3 дня не спал. Народу, кстати, очень много уже. Сейчас буду собираться. Я готов, переночевал успешно, сейчас познакомился с ребятами, постояли, пообщались. Они мне посоветовали кое-какие места, куда съездить, но у меня нет времени, нужно двигаться дальше. Кстати, позже, когда будет потише, я расскажу вообще, почему в Дагестане опасно. Выходим из города. Вот такая Махачкала. Относительно хороший город, но вот все здесь неаккуратно как-то сделано. Вот попал... Только хотел сказать про плохую плитку. И попал на офигенную плитку. Вчера, когда заезжал, был уже вечер, было темно. И не видел гор вот этих красивые кавказские горы. Конечно, не самые красивые, которые здесь есть, но все же. До Грозного 140 километров. Здесь уже трасса. Думаю, быстро доеду. Настоял минут 10, наверное, и меня взяли ребята, которые тоже едут в Грозный. Все супер, как всегда. Автостолком, да? Да. Это Грозный мы заехали. Нет, это Аргун. Что это? Это Аргун. Аргун? Аргун, да. Ни фига. Мы еще вроде не заезжали. Просто ужас. Эта мечеть, она называется Хамелеон, она меняет цвета ночью. Да? А, ну подсветка. Да. Полностью. Полностью. Вот видишь золотые вот эти? Угу. Это все подсветка меняется. Я сейчас не могу тебе сказать, какое количество цветов, да. Но факт в том, что очень. Да, я смотрю, так красиво становится. Я подумал, Грозный. Нет, нет, это Аргун. Аргун. О, фига, кармаса. Аргун. Это же символ. Это бизнес-центр, это жилые дома. О, муниципал. Центральная улица. Кадырово? Нет? Серьезно? Да. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Мы готовимся к 200-летию в октябре. 5-2-3-2-3-2-3-2-3-3-3-3-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-4-3-3-3-3-3-3-3-3-4-3. Все радовало нас. Вас, гостей. Да. Улица Кадырова. Это торгово-развлекательный центр. Гранд парк. Я серьезно, я просто угадал улицу. Не знал, что она так называется. Это тоже торгово-сельский центр. У нас инфраструктура не расстает никак. Развиваемся по мере возможностей. По мере финансирования. Это видишь, покойно все гуляют. Вот у нас цель. Святого Архангеля, по-моему, если я не шуман. Точно не помню. Это дворец спорта. Г, Г, Н, И. Грозненский государственный нефтяной институт. Это один из филиалов. Центральный у нас чуть дальше будет. Это институт у нас. Аликина, по филиалов. Это церковь у нас. Это поправку и стонут. А получается, в этом комплексе это просто жилые дома и офисные помещения снизу? Да, вот он все точно. Парк. Ага. Вот так отвезут, чтобы друг друга его снимал. Сюда обязательно придется. Вот сейчас, блин. Сейчас, сейчас, сейчас. Сердечко сквозь нее прям смотрим. Там и дальше, и вот так, и так, во все стороны. Круто, круто. В общем, вот комплекс. Это отель, это отель, это отель, это отель, а дальше жилые комплексы. Вот, ты и стигуляешь, видишь? Все спокойно, это местность. Это вот эта мечеть? Это Ахмат Тауру у нас строят. Самое высокое здание в России. Да, вот, вот мечеть, самое главное. Сердце Чечни вызывается. Надеюсь, тысячи человек. Тут парк огромный. Это самая большая мечеть в России? Да. Ты ее просто не видел? После улицы Кадырова идет проспект Путина. Все как и должно быть. Вот, опять. Сегодня, сегодня же суббота у нас, да? Да. Сегодня в 7 часов эту дорогу закроют. А, и он будет пешеходным? Пешеходным будет пуссо. Сегодня и завтра. Завтра вообще не откроют. Завтра целый день у нас. Здесь мы гуляем. В субботу с 7 часов у нас закрывают вот эту улицу. По проспекту Путина мы гуляем. Здесь разные мероприятия. Семьи с детьми, с детьми выходят. Разного бывает. Как-то так. И молодежь гуляет, наверное. Сегодня надо выйти. Сегодня полюбор. С кем я познакомился? Парня зовут Абубакар. Он меня сейчас ведёт в заведение и хочет покормить национальным блюдом. Ещё сами не знаю, знаешь, каким? Жижик. Галниш называют. Жижик – это мясо. А галниш – это галниш. Жижик. 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 Пойдём, пойдём, пойдём. А вам сердце, пожалуйста? Жижик – это мясо. Это на нашем языке получается жижик, а на русском получается это мясо. А галниш – это галушки, галушки, жижик, галниш. Да, вот. У нас есть галушки. Это рациональный блюд. Есть разные соусы. К ему прилагаются чесночные, луковые и ещё один, этот я не помню. Максим, если вам посмотрим. Конечно. Принесли нам вот такое блюдо, огроменное вообще. Называется Жижик – галнаш. Спасибо. Браво, приятного аппетита. Спасибо тебе тоже. Поселился я в таком месте. Нашёл на... Не стесняйся, проходи. Нашёл на букинге. Это просто шок для меня, если честно, потому что 100 рублей. Ну, конечно, с виду не очень красиво, но кому нужна красота. Мне нужна кровать и розетка. И то даже мне кровать не нужна, а мне нужна только розетка. И заходим. Здесь небольшой холл. Там туалет. И вот здесь в комнате я поселился. Моя кровать. Шматья. За 100 рублей – это впервые в жизни я вообще нашёл такой прайс, поэтому грех тут не остаться. 5 тысяч рублей на переключение. Грозный сити. В Костеле я познакомился с ребятами, которые приехали с Новосибирска. Руслан и Роман. Вот. И за нами заехал Абубакар. Мы приехали в центр Грозного. Вот так ночью выглядит... Забыл, как называется. Грозный сити. Это, я не знаю, Лас-Вегас. Да? Наверное. Очень много народу гуляет. Красиво здесь. Красиво. И это цветочный парк, да? Да. Который мы сегодня проезжали. Но сейчас не так хорошо видно. Можно подойти, где больше освещения. На этот парк потратили 95 миллионов рублей. Обошли по кругу вот эти дома. Здесь течет река. Или текет река. Как правильнее. Идем в сторону мечети. Эта мечеть занимает первое место в России. Первое место в России по размеру. И второе место по Европе. Правильно? А как... Чья мечеть в такой зоне? Сердце Чечни. Сердце Чечни. Сейчас ближе подойдем, покажу. Да, у нас рентгут исламский. О, а вот это что за здание, которое круглое? Дом как раз. Там модные показы всякого. Сердце Чечни. Смотрите, высокое, да? И сейчас пойдем прогуляемся. Посмотрим, что с других сторон. Что... Ну, а внутрь в саму мечеть, я думаю, мы не зайдем. Ну, здесь по площадке можно погулять. Вот здесь центральный вход. Все такое светлое, все яркое. Очень много света. Прям чистота такая. Подскажите, а я могу внутри снимать? Внутри снимать? Да? Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Привет, друзья! Меня переселили в другую комнату, более большая, с двухместной кроватью. И это чуть другая часть здания. Здесь такая гостиная. Потому что в той комнате, в которой я проживал, туда сегодня заезжает женщина. И женщина с мужчиной это не очень хорошо, когда они проживают вместе, если они не знакомы тем более. Такой двор. Постирал свои вещи, спальню, пенку, рюкзак, все постирал. И вчера получилась такая интересная ситуация, то что я по букингу забронировал хостел. И там получилась небольшая ошибка. Не туда, да? Получилась небольшая ошибка. То, что неправильно указали стоимость 100 рублей. И когда это выяснилось, ко мне поднялась хозяйка. Я спросил, нужно ли мне доплатить оставшуюся часть этой 350 рублей. Она сказала да. На это я ответил, что тогда я буду заезжать. И я познакомился с Колей. Здесь живет цыганская семья. Он предложил доплатить за меня деньги. И когда она узнала, что я путешествую, предложила остаться. И сказала, что ничего доплачивать не нужно. Здравствуйте. А сейчас мы предложили покушать. Да, покушать. Горячий. Куда лучше? Без разницы? Ага, садитесь. Мне принесли вот такое блюдо. А как это называется? Что это? Подскажете? А, лагман? Да? Просто столько названий, я не разбираюсь. Будем пробовать. Выглядит очень красиво. Очень аппетитно. А, уйгурское? Я ел. Мне очень понравилось. Здесь в Алма-Ате ел уйгурскую самсу. Очень вкусно. Да, в Алма-Ате. Там уйгуров много. Где именно? А, ну там. В Алма-Ате. Да, в Алма-Ате. Казахстан. Все, готово. Очень вкусно. Очень сытно. Это сюда поставить? Ну, все оставьте. Я верю. Спасибо большое. Очень вкусно. Там у нас. Ладно. До свидания. Всего доброго. До свидания. Удачи тебе. Спасибо. Приезжай. Хорошо. И снова меня уложили спать. Ну, точнее, дали мне спальное место. Накормили. Отлично накормили. Вкусно накормили. Спасибо большое. Понравилось. Приезжайте еще раз. Обязательно, потому что, ну, за вот эти там два дня, конечно, ничего не посмотришь. Поэтому, Свет, спасибо. Поели, понравилось? Да, очень вкусно. Я даже, наверное, переел. Я потому что кушаю мало очень. Вот и желудок сжался весь. Поэтому, да, я чуть-чуть покушал, мне уже достаточно. И я сегодня несколько кусочков мяса съел. Все, я наелся. По мере возможности надо вот жуткое и горячее поместить. Ну, да, горячее, горячее нужно. Сегодня последний вечер, последняя ночь в данном трипе. В городе Грозный. Вот такой вид с того места, где я живу. Здесь, конечно, ничего не будет видно, наверное. Сидим, общаемся с Адамом. Жалко то, что на камеру стеснительнее вы. Ничего не рассказываете, а так рассказываете все интересно. Я говорил то, что расскажу, почему в Дагестане опасно. Теперь я расскажу, почему... Ну, сразу, так как я уже нахожусь в Чечне, я расскажу, почему опасно в Дагестане и в Чечне. На самом деле в Дагестане и в Чечне очень опасно. Не езжайте сюда. Это для тех людей, для которых все опасно, которые всего боятся. Когда я ехал в Азию, мне говорили то, что там куча заболеваний, то, что там беднота, то, что там нечего кушать. Вот это для таких людей. А на самом деле здесь все супер. Что в Дагестане, что в Чечне. Конечно, Чечня намного красивее, намного чище. Ну, люди везде очень дружелюбные, очень отзывчивые. Мне все понравилось. Я в восторге. Ты? Ты в восторге от Чечни? Приезжайте в Грозный, красивый тур. И встретят хорошо вас. С добро. Да. Конечно, очень жалко то, что у меня получился такой беглый трип, очень быстрое путешествие. Я вообще не побывал ни в каких достопримечательностях. Я не съездил в горы, не посмотрел водопады. В общем, я ничего не видел. Но таковы обстоятельства. Мне нужно ехать дальше. Мне нельзя останавливаться на более долгий срок. И завтра я уже выезжаю. Предположительно, еще не знаю куда. Скажу завтра. Всем пока. Хорошего дня, если сейчас день. Доброе утро, если сейчас утро. И доброй ночи, если сейчас вечер. На связи. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok